приветствую! для наблюдения разных объектов неба нам нужны разные увеличения не всегда самое большое увеличение это хорошо не всегда к нему стоит стремиться многое влияет на то как хорошо вы будете видеть что-то в телескоп для планет мы чаще всего применяем большие увеличения и угол поля зрения не особо важен в то же время для наблюдений деталей поверхности луны хороши окуляры одновременно дающие нам хорошее приближение и широкое поле зрения для комет и многих звездных скоплений хороши малое увеличение и широкое поле зрения и так далее поэтому в арсенале опытного наблюдателя и любителя астрономии всегда есть как минимум больше одного окуляра а иногда и больше десяти в этом видео я предлагаю обсудить зум окуляры окуляры с переменным фокусным расстоянием что это для чего их используют? чаще всего они не дешевые, стоит ли покупать? перед вами зум окуляр от хорошо себя зарекомендовавшей марки SV Bonny на данный момент в продаже я видел три окуляра 7,21 мм, 8,24 мм и 10,30 мм я заказывал его на алиэкспресс и ссылку на магазин даю в описании к видео окуляр пришел в крепкой аккуратной коробочке с салфеткой для чистки сам окуляр находился в коробочке в полиэтиленовом пакете и с защитными колпачками на линзах есть просветление окуляр весит 146 грамм 133 примерно без колпачков это хорошо так как в телескопах на монтировке добсона установка тяжелых окуляров может наклонять трубу телескопа нужно будет дополнительная балансировка на окуляре есть шкала с цифрами резиновое кольцо линзы конечно же стеклянные удобный вынос зрачка пишут что удобно наблюдать в очках устанавливаем окуляр в телескоп зажимаем винтом фокусируемся на нужном объекте и поворачивая вот эту часть окуляра мы можем увидеть приближение и удаление наблюдаемого объекта как зум на фото или видеокамерах после того как мы изменили фокусное расстояние окуляра проводим фокусировку телескопа если потребуется до покупки зум окуляра меня беспокоило несколько вопросов как сильно будет сбиваться резкость при изменении фокусного расстояния окуляра оказалось совсем немного по крайней мере у меня с моими телескопами как туго будет поворачиваться окуляр вдруг на морозе его будет сложно провернуть конкретно этот окуляр изначально вращается с небольшим усилием но плавно, мягко он держит установленное положение оно не сбивается что тоже важно окуляры в которой я наблюдал ранее у моих друзей и знакомых также туго поворачивались однако когда он уже установлен в телескоп в принципе это не создает проблем единственно если у вас телескоп на легкой монтировке или на штативе то возможно при изменении увеличения у вас может шататься телескоп для тех кто не знаком вообще с астрономической техникой я вкратце хочу кое-что напомнить ведь у меня зрители очень разные на канале что чаще всего мы вот так наблюдаем в телескоп у нас есть несколько окуляров и устанавливая в телескоп какой-то из них мы смотрим в него глазом и видим ближе или дальше объекты неба иногда это создает некоторые неудобства например в темноте приходится искать окуляр после замены его нужно аккуратно куда-то положить много движений имея зум окуляр мы можем быстро поймать планету или комету в поле зрения повернуть его и увидеть их ближе зум окуляры очень помогают если ты решил показать планеты или луну или двойные звезды например своим друзьям близким людям когда возле телескопа очередь если вы проводите например вечер тротуарной астрономии я приобрел зум окуляр спустя более чем 20 лет с того момента как начал наблюдать небо в свой первый телескоп я решил так покупка не дешевая если окуляр мне понравится и я захочу его себе оставить пусть это будет новогодний подарок если окуляр мне не понравится или будет не нужен его всегда можно продать ведь не все люди хотят ждать пока посылка придет на почту из интернет-магазина из другой страны через 2-3 недели в итоге я решил оставить окуляр себе так как он реально превзошел мои ожидания поделитесь в комментариях вашим опытом использования подобных окуляров на что стоит обращать внимание при выборе смотрите видео на канале всем ясного неба и удачных покупок